Добрый день, дамы и господа, любители и профессионалы боевых искусств. Я Роман Карасев, рад приветствовать вас на YouTube-канале Планета Дзюдо и очередной выпуск нашей рубрики Библиотека Боевых Искусств. И сегодня мы продолжаем знакомство с научно-методическим сборником Хиден. «Боевые искусства и рукопашный бой» – это выпуск четвертый. Что же мы узнаем в этом выпуске? Но для начала я еще раз напомню уважаемым нашим зрителям об авторе этого уникального научно-методического сборника. Автором является Алексей Горбылев, журналист-международник, востоковед, японист, кандидат исторических наук. Много лет пишет, издает много статей, публикуется о истории боевых искусств, истории Японии. Является доцентром кафедры истории и культуры Японии, читает много лекций об истории Японии, как я уже сказал, и боевых искусств. А также является мастером боевых искусств. И это очередной выпуск научно-методического сборника Хиден. Это четвертый выпуск. И чем же интересен этот выпуск для специалистов боевых искусств? Во-первых, исследованием, которое проводит много во всех практически своих выпусках, Алексей Горбылев печатает здесь свои исследования. И в этом выпуске исследования Алексея Горбылева «Рессорные полы в японских залах дзюдо и кэмдо». Это очень интересная тема, которая будет интересна тем, кто преподает боевые искусства, у кого есть свои залы. Потому что даже на сегодняшний день я знаком со многими клубами боевых искусств, но не в каждом клубе я встречал «Рессорные полы». А «Рессорные полы» достаточно хорошая вещь для каждого зала боевых искусств. Ну, почему хорошая вещь, вы сможете понять, прочитав, ознакомившись с этим исследованием. Здесь приедены схемы, как строились эти полы в залах боевых искусств. Материал небольшой, но достаточно интересный. Дальше в этом сборнике, в четвертом выпуске, материалы, переводы материалов известных мастеров боевых искусств Японии. И переводы, выполненные Алексеем Горбалеом и размещены в этом выпуске научно-методического сборника «Хиден». Это «Найто Токахару и Монна Масаси». Стандартная ката «Кензюцу. Общество воинской добродетели Великой Японии». Также все материалы, многие материалы в большинстве своем, они дополнены фотографиями, как вы видите. Имеют хорошее описание и очень понятно написано. А по фотографиям можно еще больше углубиться в понимание того, что хотели сказать авторы той или иной публикации. Дальше, для тех, кто интересуется историей дзюдо, современного, историей Кадакан дзюдо, это очень хорошие материалы, переводы материалов. Опять-таки, переводы выполнены Алексеем Горбалевым, как я уже сказал. Он очень много внимания уделяет этой теме, истории боевых искусств, и много материалов переводит. У него есть допуски ко многим старейшим библиотекам в Японии и в Китае, где он берет материалы из фондов и переводит. А потом мы можем с вами читать эти материалы в таких научно-методических сборниках «Хиден», которые он выпускает. Итак, в четвертом выпуске научно-методического сборника «Хиден» материалы Кана Дзюгора о высшей ступени дзюдо, рассуждение о назначении упражнений в Ката и Рандори в Дадзюо и о функциях Ката и Рандори. Материал обширный, материал очень интересный. Я думаю, что каждый мастер, учитель или тот, кто практикует дзюдо, должен обязательно ознакомиться с этим материалом. Я уже, наверное, до дыр перечитал эти материалы для того, чтобы понять суть Ката, суть Рандори, понять о том видении, которое представлял для себя Кана Дзюгора. Вот, допустим, чего стоит только один материал о высшей ступени дзюдо. Пересказывать не хочется. Я хочу просто сказать, что это надо читать. Читать не один раз, а читать, может быть, несколько раз. Но каждый раз, когда вы прочитываете этот материал, вам становится все... Вы как будто бы переходите в то время и сидите за одним столом Дзюгора Кана и начинаете с ним дискутировать. Поэтому материал очень хороший и рекомендую, будете довольны и ваше внутреннее состояние наполнится максимально положительными эмоциями. Следующий очень большой раздел – это большое обозрение каратэ-до. Большое обозрение каратэ-до – это очень и очень интересный материал для специалистов каратэ. Здесь информация о таких мастерах, как Накасоне Генва, Итосу Анко, Фунакосе Гитин, Гусукума Симпан. Например, чего стоит только такой документ, как «20 наставлений о пути каратэ и их разъяснения» – Фунакосе Гитин. Я считаю, что это просто уникальный материал. Его обязательно надо иметь под рукой каждому мастеру каратэ. И не только каратэ, а вообще боевых искусств. Уникальный материал. Я даже сейчас попытаюсь, может быть, немножко зачитать. Фунакосе Гитин «20 наставлений о пути каратэ и их разъяснения». «20 наставлений о пути каратэ». Каратэ-до – ниндзю-кадзё. Это наставление о духовном аспекте практики каратэ-до, которое сенсей Фунакосе Гитин дал своим ученикам. Сенсей Фунакосе сыграл большую роль в поощрении преподавания искусства каратэ-до, истори, передававшегося в префектуре Кинава в императорской столице. Он является авторитетным и заслуженным деятелем в этой области, который проложил путь к нынешнему процветанию каратэ-до. Человек, стремящийся к совершенствованию на пути каратэ, каратэ-до, должен не только оттачивать технику, но и постоянно помнить о необходимости духовного совершенствования. Не стоит и говорить, что овладение истинным каратэ-до означает одновременное совершенствование и физических, и духовных качеств. Дальше я читать не буду, потому что еще раз хочу сказать, что только когда вы держите такую книгу в руках и сами читаете, то ощущение просто переполняет вас. Еще раз хочу сказать, что это не только касается мастеров каратэ, или дзюдо, или дзюдзюцу. И этот сборник для всех, кто изучает, кто практикует, кто преподает боевые искусства. Так что я рекомендую четвертый выпуск, научно-методический сборник «Хиден. Боевые искусства и рукопашный бой». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!